Вот, поэтому поговорить сегодня с вами, как мы именно работаем, рекрутируем в Инстаграм. Вот, девчонки, кому вообще эта тема интересна? Интересно, как можно быть всегда и везде с гаджетом и при работе, при рекрутировании. Возьму я сейчас свои гаджеты все. И вот, девчонки, я сегодня попыталась Инстаграм разложить, ну, как бы прям вот для чайника. Потому что я в прошлый раз поняла, что, ну, есть какие-то нюансы, прям вот какие-то вот кнопочки нужно показать, куда что нажимается. Поэтому, если вы что-то знаете, ну, будьте терпеливы, вот, попыталась все-таки от и до рассказать. Начнем, чтобы вот эта запись, она была вам как инструментом для работы. Вообще, зачем нужен Инстаграм? Ну, на самом деле, развитие личного бренда своего, да, в нашем бизнесе, мы много об этом говорим, начинается с этой социальной сети, потому что с Инстаграма очень удобно в другие социальные сети, такие как Facebook, Одноклассники и ВКонтакте, плюс Twitter, доставлять один и тот же пост. То есть это быстро, ты всегда и везде. Плюс, вот, например, сейчас Олесечка Дэй. Да-да-да, Олесечка. Олес, вот ты, например, да, сейчас уехал, ты сейчас на море, очень классно, очень здорово, вот. Но бизнес, он всегда рядом с тобой. То есть ты себя на фоне моря сфотографировала, да, выставила хэштегами, да, в Инстаграм, ну и так далее. То есть где бы ты ни находилась, если у тебя даже нет ноутбука с интернетом, там, где ты сейчас, телефон с интернетом есть всегда, правильно? Вот, поэтому это очень удобно. Вот много времени занимает. И самое интересное, да, что удобно работать сейчас, рекрутировать именно с телефона. Потому что, ну, вот я сегодня на вокале, например, пока сидела, ребенок у меня занимается, я сижу в Инстаграме работаю. Потому что, ну, где-то в других местах сложновато работать по телефону, в Инстаграме очень и очень удобно. Установка приложения. То есть это приложение, которое устанавливается на гаджеты, либо через App Store, либо через iTunes скачивается и устанавливается на ваш телефон. Через компьютер, Светочка, да, я тебе скинула программки для того, чтобы было удобно с этой, с Инстаграмом работать на компьютере. Потому что, ну, если не тянет, например, телефон, вот, либо более удобно, там, вот, как в Свете, например, комментарии длинные писать, печатать на компьютере. Она у нас любит большие интересные комментарии писать, да. То вот есть такие программочки. Bluestarks часто используют эмуляторы. Это и проги в компьютере. Устанавливайте, используйте. Так, поехали. Смотрите. То есть вы закачали эту программочку, открыли ее. Либо, если вы хотите новый аккаунт завести на одном телефоне, вы можете устанавливать пять аккаунтов, да, которые между собой связаны. Дальше скажу. Вот. То есть делайте зарегистрироваться. И сегодня мы будем говорить про рекрутирующие страницы, да. То есть есть основная страница в Инстаграме, ваш личный бренд. Вот остальные вы регистрируете, как и в других социальных сетях, для потока рекрутирования, для ежедневных действий на общение с большим количеством людей. Вот. Да, их могут заблочить. Сегодня скажу, что делать, чтобы не блочили. Вот. Поэтому с основной страницы, конечно же, мы такие активные рекрутинговые моменты не делаем. А для того, чтобы рекрутировать, то есть нужно иметь дополнительные страницы. Ваша основная страница, как личный бренд, вы разумеваете, она на ваш основной номер телефона, да, зарегистрирована. Другие страницы вы на этот номер телефона использовать не можете. Поэтому я, например, взяла две симки мужа. Вот. Сделала аккаунт на его номера. Одну, потому что у него тоже есть аккаунт в Инстаграме. Вот. И остальные аккаунты я делаю с помощью электронного адреса. Поэтому нажимаете «Электронный адрес», потому что электронный адрес создается бесплатно, а номер телефона, если использовать онлайн сим, там надо покупать, не вижу смысла. Вот. Поэтому с помощью электронного адреса регистрируйтесь, вводите электронную почту. И вот я вам выписала, ребят, что очень удобно, имея одну электронную почту на Яндексе. Вот, например, у меня есть бизнес-красота яндекс.ру. Есть у меня такая почта. Используя разные окончания при регистрации аккаунтов, все письма, допустим, вас заморозят страницу, вы размораживаете ее через вот этот электронный адрес. И все это приходит на одну почту Яндекс.ру. Но при регистрации вы можете указать, вот прям скрин сделаете, Яндекс.бай, Яндекс.кс, Яндекс.ком, Яндекс.уай, Я.ру, Я.бай, Я.кс, Я.ком, Я.ру. Ребят, вот смотрите, сколько можно сделать аккаунтов, используя только одну электронную почту. И, кстати, вот этот вот скринник сделаете себе для чего? Ну, скажу, да, по секрету, сейчас регистрируя в нашей компании, есть правило верификации с 1 июня. И при регистрации обязательно наличие электронного адреса. И если вдруг нет у человека электронного адреса, а вам нужно активизировать его аккаунт, ну, я знаю, что запись, ну, девочкам скажу, вот, то вы вот эту фишку можете использовать. Я думаю, что вы поняли. Вот. Идем дальше. Так, так, так. Дальше нажимаете, значит. И указываете свое имя. То есть вот первая строчка, что вы укажете, то будет видно, когда люди, например, смотрят, ленту, смотрят ваше название вашего аккаунта. Да, в данном случае я делаю рабочие аккаунты, я делаю логины такие, как «Бизнес онлайн», да, у меня либо «Работа на дому», «Работа онлайн на дому», либо «Бизнес онлайн Катрин». То есть вот такие для меня аккаунты. Ну вот. Но человек под этим названием, под названием аккаунта, будет видеть вот это слово, например, «Екатерина», да, либо у меня есть просто большими буквами «Работа», то есть рекрутирующая страница, «Работа», «Восклицательный знак», то есть люди видят, да, «Бизнес онлайн Катрин» – «Работа». Если они в поиске, они нажмут «Посмотрят». Вот. Вводите, значит, логин, который вы хотите иметь. Если вдруг он уже существует, то вам напишут, что существующий плагин, делайте новый логин. И пароль. Значит, пароль я везде делаю один и тот же, потому что между страницами, естественно, будешь путаться. Вот. Вдруг там заморозит, надо размораживать. Везде один и тот же пароль. Вот. И я создала на Google диске себе этот файл, аккаунты в Инстаграме, и я туда их пишу, потому что все может быть, чтобы не забыть и в голове не держать. Вот. Зарегистрируешь. Все. Вот на этом регистрация закончена. Просто очень легкая регистрация. Хоть 500 аккаунтов можно каждый день делать, но каждый день можно всего два аккаунта создавать. Так что будьте в этом осторожны. Иначе все предыдущие аккаунты просто заблокируют. Понимаете? Если вы правила не будете соблюдать. Делайте далее. Потом подключиться в ВКонтакте. Поиск людей ВКонтакте. Ребят, мы пропускаем эти моменты. Найдите ВКонтакте. Пропускаем. Потому что это не страница на личный бренд, это страница рекрутирующая, еще раз повторяю. Не нужно этого делать. Вот. Пропускаете. Идете дальше. Вот. Прямо слева направо, да, в слайдике я ставила. Интересные люди. Вот-вот, подключить в Facebook не нужно нам, ВКонтакте не нужен нам. Ну, на Instagram, вот это инсталюди, ну, подпишитесь, чтобы была одна подписка. Идете дальше. Вот. Вот ваш совершенно новый, пустой аккаунт. Вот. Я его сегодня в 10 утра специально для вас создала, чтобы скрины все сделать. Специально для вебинара. Вот. Новый аккаунт. Что делаем в первую очередь? Конечно же, фотографию. Ребят, я пробовала фотографии ставить. Ну, можно разные фотографии делать. Я делала картинки. Вот. Но все-таки более результативно ставить свою настоящую фотографию. Больше людей заходят, больше лайков ставят, понимаете, комментов пишут. Людям интересно, живые люди, а не просто картинки. То есть люди видят картинку, сразу понятно, что это рабочая страница. А что туда заходить? Вот. Даже интересоваться не будут. А если видит человек, да, заходят, и она в вашей странице их может заинтересовать. Поэтому вот нажимаем на сюда, где вот эта вот мордочка пустая, выбираете из коллекции фотографию, которая у вас уже закачена, стандартирована в вашем телефоне. И фотография готова. Вот видите, я выбрал такую деловую фотографию себя за гаджетами. Вот. Видите, написано Екатерина. Но нужно обязательно поставить статус, чтобы люди зашли и увидели, что вы хотите им сказать своим аккаунтом. Да, не просто, что вы Екатерина. Ну, приятно, Екатерина, пошли дальше, да. Ну вот. Нажимаете вот на колесико сверху. Параметры, да. И нажимаете «Редактировать профиль». Редактирование профиля. Вот третье, да. Меняете данные. Стрелочка я указала. Единственная кликабельная ссылка, одна в Инстаграме в статусе, вот в этой строке. Я вставляла туда блог свой, но сейчас в рекрутирующей странице я стала делать везде свою основную страницу ВКонтакте. Мою основную, там, где я ВКонтакте развиваю личный бренд. Чтобы люди переходили туда и мне писали на мою страницу ВКонтакте. Потому что по 10 аккаунтам ВКонтакте бегать тоже мне напрягает. Поэтому вот на основную страницу я всех зову. Она у меня развивается, у меня там много разных постов с моей основной страницы в Инстаграме. Вот. И я ее указываю, человек на нее нажимает и переходит. Дальше идет. Понятно, да? Ну, вы можете свой блог, например, сделать, свой сайт, да? То есть, то, что кликабельно. Кому на этом этапе понятно? Поставьте десяточки. Девчонки, а то вы молчите. На этом этапе понятно? Не быстро я говорю. Все это все знают. Отлично. Идем дальше. Смотрите. Статус. Ребят, Олесечка Дэй, тебе понятно? Я для тебя раскладывала каждую кнопочку. Статус. Ребят, вот если у вас 10 аккаунтов, 5 аккаунтов, во всех аккаунтах должны быть разные статусы, потому что и нашлепаете одни и те же статусы, у вас заблочат, все страницы заблочат. Понимаете? Вот 5 будет, 10 аккаунтов с одним статусом, все их заблочат. Поэтому меняем разные статусы. Ну вот, я сделала так, и предлагаю работу на дому, все, 2-3 часа в день, гибкий график, и отправляю на Ватсап. Ребят, люди с Инстаграма идут себе на собеседование в Ватсап. Вот. Катюш, ну вот ссылку я делаю одинаковую, пока вот не заблочили. Вот, пока не заблочили, я вот тоже как бы думаю одну и ту же страницу, но вот пока не блочат. Посмотрим, если вдруг будут блочить, буду уже тогда вам говорить. Пока все хорошо. вписываем вручную это, сюда не копируем ниоткуда, пальчиками набиваем, разные статусы, картиночки тоже хорошо вот эти фотографии работают. Идем дальше. Все, вот так выглядит ваш аккаунт с фотографией, с именем, с вашим, с посылом, да, что вы хотите. Например, есть у меня страницы ИП Сережникова, да, либо ИП Сережникова Екатерина, да, то есть, что я ИП. Есть аккаунт, где я написала работа, как я уже сказала. Вот, и вы видите, вот мой статус, который я сейчас вписала в профиле, и внизу с синеньким профиль ВКонтакте, который, нажимаешь, он кликабельный, люди сразу переходят. Что делаем дальше? Конечно же, никто не будет на вас подписываться, если у вас не будут интересной, красивой фотографии. Вот внизу, посерединочке, да, нажимаем на фотоаппарат и переходят на ваши фотографии в вашем профиле, ну, закачанные к вам, сфотографированные на вашем гаджете. Значит, выбираете фотографию, да, которую вы хотите разместить. Какие мои рекомендации? Я заметила, что больше лайков, больше комментариев, страницы собирают, вот, больше регистрации проходит, то есть подписок на вас. Если вы чередуете фотографии по бизнесу, да, фотографии по работе, фотографии по психологии, да, то есть всякие такие интересные психологические, мотивационные картинки с вашими личными фотографиями, если у вас в профиле будут только фотографии мотивашки, да, и плюс по бизнесу, онлайн работа, для мамочек и так далее, то, ну, будет неинтересно, это все уже замусолено. Если у вас будут чередоваться, то есть я, например, делаю две фотографии по бизнесу, мотивашка, да, там одна мотивашка, одна предложение работы, да, одна своя личная фотография, да, две таких, одна такая. И я смотрю, людям это намного более интересно, вот, поэтому первую фотографию делайте, конечно же, да, ради чего вы создали ее, ну, чередуйте. Вот я, например, выбрала вот такую фотографию, она у меня на другом аккаунте собрала огромное количество лайков, да, такая мотивашка, на которой написано что-то, ну, вы видели, у меня даже на основной странице, кажется, я ее выставила. Я этого хочу, значит, это будет, да, то есть люди в это все верят, всем нравится, что все зависит от меня, поэтому такие мотивашки, что все зависит от тебя, если ты это очень хочешь. И вот эту фотографию я решила выставить, и вот сверху, видите, такие хэштеги, решеточка называется хэштег. Вот, обязательно хэштеги вставим. То есть, вот когда новый аккаунт, я ставлю вот такие хэштеги, можете скрин тоже сделать, лайки, взаимные лайки, подписка, взаимная подписка, да, фоллоу, взаимный фолловинг, да, селфи, ну и так далее. Вот. Все, что касается того, что, ну, люди, которые тоже накручивают подписчиков к себе на странице, они по таким хэштегам на вас подписываются. И, ребят, вот я пока вот эту фотографию размещала, пока хэштеги делала, у меня уже, ну, там, следующая фотография была, уже раз в 4 лайка было. То есть, я только выставила, за одну минуту у меня 4 лайка, было одной фотографии на новом аккаунте. Смотрите, можно указывать место. То есть, вообще сейчас, ну, как бы, вот, вчера Ирену понарошку слушала, как, ну, там больше, как раскручивать, так скажем, свой личный бренд. Вот. Здесь, как бы, рекрутирующая страница. Хэштегов нужно много писать. Вот. Ну, она говорит, очень хорошо сейчас не только хэштеги работают, а еще работают ваше местоположение. Вот. Укажите место. Видите? Как это правильно, Катюш, еще называется? Ваше, ой, местоположение, как-то модно. Геолокация, да, вот. Геолокация. Вот. И, как Ирена понарошку вчера сказала, что вы можете не глобальные, какие-то большие ставить геолокацию, допустим, Москва, там, Анапа, Астрахань, да, там, Люблин. Да ты чё? Мой офис Google не пропускает. Вот Google, а, такой, наказать его надо. Ну, вот. Молодец. Указываем локальное место. Например, ну, там, Воробьевы горы, да, есть там в Москве. Или, например, там, улица Ленина, там, то есть, улица Кирова, ну, или еще что-то, да, там, Олимпик и так далее. Некоторые пишут там в бане, например, вот я тоже вижу, сами печатают, да, свою геолокацию, допустим, в банке в какой-то и так далее. То есть, более локальную. Почему? Потому что людям интересно, людям интересно, что происходит, как бы, у людей, которые находятся в этом же месте. Да, это сейчас модно, они смотрят. Так, дай-ка я посмотрю. Вот здесь, например, да, там, на Воробьевых горах. Кто еще чем занимается? Кто еще что выставил? Раз. И ваши лай, ваши там посты. То есть, вот ставьте геолокацию, потому что по ней сейчас люди тоже активно, вот, там, какие-нибудь кофейни, там, суши-бары, еще что-то, да. То есть, и, кстати, да, можно делать на самом деле, ведь не обязательно геолокация, указывать то, где вы реально находитесь. Вот. Нужно оставить то, где ваша ключевая аудитория, да. То есть, если для вас, например, да, ключевая аудитория, мамочки, в декрете, то вот у нас в Астрахани, например, есть такое, да, там, детский клуб «Дайр», да, там, либо еще какая-нибудь детская площадка. То есть, туда ставишь геолокацию, что ты как будто там находишься. И люди ищут, например, да, те же мамочки, ставят эту же геолокацию, смотрят, и там ваши фотографии. Если это редкая геолокация, да, там, конкретная, точечная, то ваша фотография в ленту вниз не уйдет. Потому что, если просто сделаем Астрахань, да, то, или там три кота, например, да, вот я живу, у нас торговый центр три кота называется. Я частенько ставлю три кота, потому что, ну, все-таки это более локально, чем просто город Астрахань. Или, например, дача есть у меня в Тополино-Роще, то я ставлю там Тополино-Роще, называется у нас так. Вот. И если это, например, просто город Астрахань либо город Москва, ваш пост, который вы сейчас выставили, он, вот для чего это все делается, он очень быстро уйдет вниз. И люди вас просто, ваши фотографии не увидят. А если это локально, это, по-боробьему городу, ну, для Москвы, наверное, не очень локально, да, потому что там тоже частенько используется. Например, у нас там три кота, какая-то улица, там, какая-то кофейня, какая-то детская площадка, да, какой-то торговый центр, то чем более редкая геолокация, тем дольше ваш пост будет висеть в этой геолокации и большее количество людей увидит ее. Понятно, да, о чем я говорю? Понятно, поставьте цифру 5. Потому что я много что-то о геолокации говорю, вот, потому что мы никогда о ней не говорили, но это сейчас важно, да, это говорят известные блогеры, да, которые раскручивают свои страницы, имеют там стотысячные, миллионные подписки, много миллионной подписки. Вот. Ясно. Смотрите, можно каждую страницу вашу рекрутирующую связать с разными аккаунтами ВКонтакте. У меня, например, ну, тоже, где-то в районе 5-6 аккаунтов ВКонтакте. Можно каждую страницу в Инстаграме связать с страницей ВКонтакте и параллельно у вас будет развиваться, то есть каждый фотограф, который вы здесь вы вставляете, вы ВКонтакте кидаете, да, тоже рекрутирующую страницу, будете развивать параллельно несколько страниц. Не обязательны, но можно. Вот. Что делать? Вот вы создали страницу, вот вы закачали фотографии. Что делать дальше? Как рекрутировать? Рекрутируют лайками, подписками, да, соответственно, подписки, лайки и комментарии. И давайте поподробнее о каждом из этих в ряд. Где мы ищем людей? На кого мы подписываемся, кому мы пишем комментарии и кого мы лайкаем? Внизу, а вот видите фотографии, я только выставила вот этот вот пост, только создала, и у меня уже 4 лайка. Представляете? Вот потому что по хэштегам меня сразу нашли и сразу полайкали. Нажимаем лупу. Олеечка, для тебя говорю. Нажимаем лупу. Открывается следующая страница. Помнишь, ты не могла там найти сверху эти нужные названия? Нажимаем. Здесь просто, ну, фотографии, основанные на ваших подписках, да, то есть самые там популярные, самые там свеженькие фотографии, они нам пока не нужны. Нажимаем слово поиск. Вот, открывается вот такая вот, вот слева, да, окошечко такое, страничка. И смотрите, мы сейчас будем искать по хэштегам. Можно по людям искать. Например, я нажимаю люди, набираю слово гер, у меня выходит первое, Гермашева. Я нажимаю на Гермашеву и смотрю. Так, вот так. Какой сегодня пост она уже выставила? Так, чего я могу у неё стырить? Вот. Или, например, ещё кого-нибудь. Ага. Но сейчас нам нужны метки. Ничего не говорить. Вот. И смотрите, пишите слова. Можно писать, смотрите, то, что актуально. Например, море, лето, семья, детки, мамочки, мамочки в декрет, декрет, Россия, Москва. То есть, понимаете, по хэштегам будут все посты. Вот у кого есть этот хэштег, вот все они здесь будут. Понимаете? Вот. Моя радость, моя любовь, моя семья, мир трудма и так далее. Да? То есть, актуально. Лето, мошки, комары. У нас просто для Астрахани сейчас очень актуально. Вот. Вот, например, моя радость. Сделала я. Ну, конечно, лучше такие, да, понимать, где ваша ключевая аудитория. И нужно, конечно же, более такую, ну, нашу аудиторию брать. Реальных людей. Потому что нам не нужны там какие-то магазины и так далее. Моя радость, например, набрали. Видите? Внизу. Моя радость, моя радость и так далее. Вот на первую я нажала. Что у вас открывается? Вот моя радость. Видите? Вот просто список фотографий идет. Людей, кто с этим хештайгом разместил фотографию. Вот на первую нажимаете и слева видите, вот мальчик сидит, кто-то выставил в Москве эту фотку. Что я делаю? Я лайкаю, либо на сердечко нажимаете, либо два раза нажимаете на эту фотографию и нажимаете слово подписка. То есть одновременно лайкаете, подписка. А если вы вообще хотите, чтобы человек обратил на вас внимание, заходите вот на вот кавилочка, на ее профиль нажимаете и какую-нибудь там пятую, десятую фотографию еще лайкаете. То есть вы не одну, а две оценили фотографии, она вообще обратит на вас внимание и точно зайдет к вам, посмотрит, кто же так оценил ее фотки. Лайк за лайк, как говорится. Смотрите, лайки, да, для чего нужны лайки? Лайки – это привлечение внимания. Что за знака мне зашла? Лайк за лайк. То есть, смотрите, лайки нужны для привлечения внимания. Какая корзиночка? Для привлечения внимания. То есть люди, вы им лайкаете, они заходят на вас, раз, а их заинтересовала информация. Для мамочек в декрете, а, два-три часа, о, подходит. Ой, дай-ка посмотри, что у нее там в профиле ВКонтакте. Зашли, почитали, заинтересовались, раз вам, например, в директ написали. Если не в директ, например, поэтому смотрите, да, люди могут в директ написать вам. Что такое директ, дальше скажу? Это личные сообщения каждому, да, переписка. Второе. Они могут вам в WhatsApp написать, потому что вы в статусе пишете, да, собеседование по WhatsApp со своим номером. И третье. У вас есть активная ссылка, и если это ссылка на вашу социальную сеть ВКонтакте, например, то они вам в ВКонтакте могут написать. Мне либо в WhatsApp пишут, либо в ВКонтакте пишут, в директ еще не писали. Да, то есть, либо ВКонтакте, либо в WhatsApp. Поэтому по лайкам сейчас я вам буду говорить, можете записать эти, чтобы не банили, какое количество можно делать лайков. Вот если новый аккаунт, новый аккаунт, это если 5-14 дней, то есть в течение двух недель ваш аккаунт считается новым. Ограниченное количество действий вы должны делать, иначе забанят, ребят. В новом аккаунте вы можете делать в день 20-30 лайков, не больше. 20-30 лайков. Если аккаунт уже... Свет, я директ попозже покажу. Хорошо, Светочка? Директ, это вот где мы с тобой переписывались. Свет, я тебе в директ писала. Ну, сейчас расскажу попозже, давай, вопросы потом. Вот. Старый аккаунт, если больше двух недель, тогда 50-60 лайков можно ставить с одного аккаунта. Понятно, да? Подписки. Если новый аккаунт, то 100-150 в день. делайте, да, подписок. И то, знаете, ребят, очень важно еще этот промежуток вот между лайками и между подписками держать промежуток. Иначе, ребят, будут банить безбожно и будут, ну, замораживать страницы. Я, например, не зная этого, неделю назад новый аккаунт создала и начала, да, раз-раз вот так вот открыла, лайк, лайк, подписка. Давайте я себя буду показывать, я здесь уже тоже сгаду, что лайк, подписка, лайк, подписка, лайк, подписка. Короче, нафигачила я 167 подписок за 10 минут, да? И он мне пишет, значит, значит, ну, то, что вы много, короче, вот этого делали, действий одинаковых, до четверга вы этой функции пользоваться не можете. Вчера, думаю, так, четверг, давай-ка я с этого аккаунта опять начала подписываться. Он мне пишет, до окончания блокировки этой функции у вас еще 8 часов. Вот, короче, сегодня я с этого аккаунта только начала подписки делать. Но за это время, то, что я 167 человек вот таким образом подписалась на нужных, так скажем, циволевую аудиторию, у меня сегодня уже, да, на этом аккаунте было 190 подписок, то есть подписок на меня было больше, чем я подписалась. Вот, потому что у меня там хэштеги были, потому что у меня фотографии там интересные, чередую свои, чередую философские, интересные эти сами посты. Ну, короче, хорошо люди подписываются. Но нужно не так, как я вот сделала неправильно, а нужно аккуратно. между лайками, ребят, вот нельзя открыть, например, ленту, да, вот, «Моя радость» и пошли по всем фотографиям каждую секунду, что там два раза пальчиком, да, нажать на фотографию. Вот. Ну, нужно, чтобы между лайками было хотя бы минут 10. Поэтому, ой, минут, извините, секунд, секунд 10, конечно же. То есть сделали лайк, например, да, сделали подписку, зашли к ней, например, в профиль, вот, посмотрели фотографии, да, может быть, какую-то даже себе интересную идею взяли, если это вдруг какая-то. Во-первых, если я вижу, что, я зашла, например, человеку на страницу, и я вижу, что это опять тоже, они предлагают работу, или у них тоже фотографии, такие работающие мамочки в декрете, я отписываюсь сразу от нее, потому что зачем она мне нужна, да, если она уже тоже предлагает работу. Вот, поэтому заходите к ним, еще одну фотку лайкаете, как раз эти 10 секунд проходят. Вы приходите по ленте, листаете следующие фотки. То есть между лайками 10 секунд. Между подписками должно быть хотя бы 30 секунд. Да, то есть 30 секунд, и вы подписываетесь. Не так ду-ду-ду-ду-ду. Вот. Тогда вас банят будут, вообще не будут банить, то есть блокировать. Следующий момент. Понятно, да, то есть листаете, короче, по хэштегу нашли, и по ленте листаете, делаете лайки и подписки. Где еще людей брать на подписки? Вот, например, у этой же фотографии с мальчиком, она собрала 5600 слова нравится, то есть лайков 5600. Вот видите, словом сердечко. Нажимаете на вот это количество людей, кто сделал лайки. и с левой вы видите, начинаете подписываться на этих людей, то есть я подписываюсь на реальных людей, не на интернет-магазины, то есть Анна-Анна, Юль Николаевна, Мария Жирякова, ну и так далее, Жирикова-Жарикова. Короче, не важно, подписываемся на реальных людей. И почему вот этой функцией очень эффективно пользоваться? Потому что люди свежей фотографии поставили лайки, то есть они ежедневно по нескольку раз однозначно заходят в Инстаграм, значит, они в Инстаграме бывают часто, вот, и они добавятся к вам, то есть будет эффективнее, да, что люди не раз в год заходят в Инстаграм, да, ежедневно. Ну, об этом мы в прошлый раз тоже, мне кажется, говорили. Так, следующее, да, сразу на этих же слайдах, что хочу сказать. То есть с лайками, подписками разобрались. Кто понял, поставьте какие-нибудь значки. Плюсики, два плюсика и так далее. Так. Это у меня комментарии. Какие-нибудь... Катюш, ты не могла не выделиться какие-нибудь значки. Ну, понятно, все супер, все понятно. Итак, короче, первое, что вы делаете, лайкаете, подписывайтесь. Лайков, да, новый аккаунт 20-30 в день, старый аккаунт 50-60 в день, вот, промежутки делаете между лайками и подписками. Подписок, значит, новые аккаунты 100-150 в день, но не сразу, да, хотя бы там 50 утром, 50 побед, 50 вечером, иначе забанят. Вот, старые аккаунты можно по, Катюш, старых аккаунтах, помнишь, в прошлый раз у нас разногласия с тобой было, 150 в час или два раза в день по 150, сказать, потому что я вообще в принципе где-то делаю, допустим, 150 утром, 150 вечером, у меня нет больше времени, да, на один аккаунт. Ну, понятно, полторы тысячи в день, я так понимаю, да? Ну, я поняла, полторы тысячи в день. Это старые аккаунты. Что такое старые аккаунты? Напишите, кто меня внимательно слушал. Сколько это должно время пройти после создания аккаунта? Вот, отлично, больше 13 дней, умница. Что делаем дальше? Следующий момент работы, молодцы, внимательно слушайте, приятно. Это комментарии, да, то есть лайки, подписки сделали, идёте делать комментарии. Значит, комментарии. Что это такое? Я подготовила себе шаблончики, вот у меня прямо сейчас хэштеги, у меня есть такое с хэштегами тоже подготовки, чтобы, понимаете, каждой фотографии, ребят, чтобы экономить время, это было быстро, хэштеги, не под каждым постом пишите, да, хэштеги вручную, особенно, если это работающая страница. То есть, когда это развитие личного бренда, конечно, к фотографии вы внизу можете добавлять те хэштеги, которые актуальны для этого поста. Вот, в рабочих страницах, ребят, нет в этом необходимости, поэтому прям заготовки из хороших таких вот популярных хэштегов делаете, вот, и копируете и вставляете. И также комментарии, смотрите, что я сделала? Я взяла, у меня на айфоне, но у меня здесь нет гугл диска, поэтому я, у меня есть заметки. Я в заметках, значит, на айфоне создала папку комментарий для инстаграма. Вот, и набросала туда шаблонов. Какие у меня шаблоны? Ну, например, здравствуйте, ищу сотрудников для раскрутки магазина, обучение бесплатное, Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Девочки, пишите, доход хороший. Или девушки, требуется менеджер по рекламе, работа на дому, занятаясь 2-3 часа в день, размещение рекламы в интернете, это не продажа. Вложения никаких не требуется, кто хочет попробовать, пишите мне вконтакте, ссылка вконтакте есть в профиле, отвечу на все вопросы девушки, привлечения, привлечения внимания. Такой креативный, хватит мечтать, начни действовать, работа на дому, без вложений и риска, все на легальном уровне, по вопросам пишите в личку или ватсап, и телефон. Вот, я не предлагаю работать, я предлагаю зарабатывать, скажи да, лучшей жизни, узнай о возможности, пиши вконтакте, ссылка в профиле. Требуется менеджер, менеджерный интернет-магазин, обязанности, бла-бла, да, обучаю бизнесу с нуля, без вложений пишите. Вот, короче, вот такие вот комментарии я заготовила, сохранила себе на айфон в заметке и начинаю раскидывать по этим, под фотографиями, короче, комментарии раскидывать. Где их брать? Здесь же, где я вам и сказала, да, то есть, первый вариант, здесь же вот по хэштегам вы, например, да, нашли фотографии, вот, поставили лайк, сделали подписки и внизу, да, написали комментарии. Видите, здесь вот, слева на картинке написано, надоело работать на дядю, хочешь зарабатывать столько, сколько хочешь сам. Мы предоставляем такую возможность. То есть, вот человек написал комментарий. То есть, здесь 5600 нравится лайков и вон 52 комментария. И один из комментариев вот такой. Мамуля, декрет, хотите зарабатывать? То есть, это наши коллеги, ребят. И если я вижу, что здесь уже вон два таких же объявления, то я здесь уже писать не буду, потому что, ну, мой, он просто пройдет мимо, понимаете? Следующий совет. Комментарии к первой фотографии писать не нужно. То есть, вы открываете, например, у человека, пишите, например, второй, третий комментарий фотографии, потому что свежая фотография, которая, может быть, 10 секунд назад разместилась, туда люди еще не полайкали ее, люди еще комменты своими писали, и ваш коммент, он просто куда-нибудь в ленту далеко уйдет. Вот, то есть открывается, значит, фотографии, под фотографией пишите комментарий, открываете следующую, листаете по ленте фотографию, под этой фотографией комментарии, следующую фотографию, под ней комментарий пишите. Понятно, да? Где еще можно комментарии писать? Многие пишут комментарии по этим звездам, то есть берут, например, Дима Билан, Полина Гагарина, да, там, Собчак и так далее, то есть разных звезд, у них огромное количество подписчиков, вот, и комментариев, и кидают комментарии под фотографии известных звезд. Вот, ну, я это не делала, я делаю волей, мне кажется, эффективнее, это наша ключевая аудитория, то есть по хэштегам там мамочки, детки и так далее, то есть реальные девочки, реальные посты их, вот, там реальные люди. Я туда делаю комментарии, вот, потому что, ну, мне кажется, до внимания это привлечёт намного больше. Вот, и такую я ещё интересную увидела фишку. Некоторые там девчонки делают видео, говорят, что поток комментариев идёт, ну, откликов хорошей. То есть пишут вот здесь вот в поисковике слово «видео», и вот идут, смотрите, «видео Ржака», «видео», «видео Раша» и так далее. Нажимаешь на, ну, там, первый, второй, третий, неважно. И вот вы видите, вот, вот «Упс! Видео!» я нажала, 15 тысяч просмотров. Видите? 15 тысяч просмотров. Какое огромное количество людей смотрят видео. Ну, видео любят люди в Инстаграме смотреть. И в комментариях под видео пишите ваш комментарий. Понятно? Напишите, понятно, куда комментарии писать? Под фотографиями, либо под видео. Ещё совет, чтобы вас не банили, чтобы вас не блочили. Так вот, кто не поставил какой-нибудь значок, либо слово «да», пишите вопрос, что непонятно. Иначе идём дальше. Катюш, следующая такая рекомендация, когда вы пишете комментарии. Каждые два комментария менять текст. То есть вот я вам зачитала сейчас несколько комментариев, да, которые я закачала, ещё раз повторяю, к себе на телефон. Вот, скопировала я один комментарий, вот, две штуки раскидала, прихожу, копирую, в заметке копирую следующий комментарий, ещё два комментария раскидываю. И так я комментарии меняю. Тогда будут меньше блочить, меньше банить. Вот. Да, это работа, это не халява. Вот, есть определённые усилия, надо сделать, но оно даёт отклики, оно даёт результаты. Вот ещё какие по комментариям рекомендации. Если у вас аккаунт новый, а новый это аккаунт, да, мы определились, это 5-14 дней, то комментарии нельзя копировать, вставлять, копировать, вставлять. То есть шаблоны писать нельзя, иначе вас забанят. Понимаете, вас опять заблокируют. Поэтому на новые аккаунты, либо вы их создали, и пусть они вам две недели посидят, например, да, полайкают их, там лайки поставите, подпишите людей, комменты не будете писать. Либо комменты в новых аккаунтах пишите от руки, пальчиками. Понимаете? Но мне кажется, это долго. Вот. Мне кажется, лучше создать, пусть они две недели посидят, эти аккаунты станут старыми, и уже копируешь шаблоны, вставляешь. Потому что новый, вот это, знаете, каждый комментарий печатать, мне кажется, вообще столько времени уходит. Я, ну, так делать не буду. Вот, ну, девчонки как бы делают, каждый выбирает свой путь, да. Просто я вам рекомендую, даю понимание, чтобы меньше банили. Старые аккаунты, да, свыше 14 дней. Вот. Меняете, да, комментарии, каждые два комментария. Затем меняете буквы. Вы знаете, да, что можно менять русские на английские буквы. Вот. То есть, вот делая вот эту вещь, меняя русские на английские. Помните, как мы комментарии, Катюш, в ВКонтакте писали, да, в Одноклассниках тоже меняли буковки. Вот в Инстаграме действуют те же самые правила. Меняешь букву, там, А на английскую, А. Слово в сути не меняет, но у программки это уже другое слово. И тогда можно писать гораздо больше комментариев. То есть, если, например, без замены букв вам дадут, например, с одного аккаунта 16 комментариев написать, то если вы менять будете буковки, да, тогда 25-30 комментариев. То есть в два раза больше с одного аккаунта можно написать комментариев. Ну, представляете, если у вас там 5 аккаунтов, да, 10 аккаунтов по 25-30 комментариев, то есть уже 250-300 комментариев вы в день можете раскидать. Понятно, Светя? Понятно. Вот. Ну, это я уже сказала, да, что два комментария меняем в шаблончик по ленте. Так, Директ, Свет, смотри. Вот твой аккаунт. И вот внизу, видишь, слева есть такая кнопочка «Домик». Домик. Под домиком, видишь, есть точечка красная. Это значит, тебе пришло личное сообщение. Либо кто-то запрашивает с тобой переписку. То есть хочет с тобой переписываться. Нажимаешь. Вот наверху, видишь, конвертик открытый. И цифра-то один. Вот это Директ. Нажимаешь эту кнопочку и переходишь справа. Вот Директ. Личная переписка с людьми. То есть либо они тебе что-то написали, да, то есть одно сообщение, значит, тебе пришло сообщение. Вот ты его прочитала и с людьми переписываешься. Как ты из Директа фото загружаешь? Я не загружаю из Директа фото. Куда ты фото из Директа загружаешь, Свет? Я не загружаю. Я там только переписываюсь. Ну, либо фотку туда тоже можно отправить. Личность. Ты человеку хочешь какую-то фотку отправить? Там есть такая функция «Прикрепить фотку». Вот. На Директ нажимаешь на верхний конвертик, да. Вот, видите, такая вот открывается окошечко. Можно написать сообщение. Можно сердечко поставить человека, привлечь внимание. Можно прикрепить... Наверху на конвертик и фото вставляю на свою страницу. Не, фото вставляется на страницу внизу, вот где домик, лупа и вот этот фотоаппарат. Нажимаешь и вставляешь фотографию туда, к себе. Ты через конвертик первый раз слышишь, сегодня попробую. Честно, не знала. Попробую. Я вот через нижнюю вот эту функцию закачиваю фотки. Вот. Также можно человеку в Директ писать, да. То есть вот работа для мамочек, занятаясь 2-3 часа в день. То есть можно людям по Директам писать. Вот. Смотрите сами. Это Директ. Дальше идем. Смотрите. Есть такая штука. Вот я один аккаунт себе сделала с разрезанными фотографиями. Видели? Кто видел? Поставьте плюсик. Кто видел аккаунты, у которых одна большая картинка состоит из 9 или 6 маленьких картинок? Их иногда еще называют прокладками еще, типа такого. Ну, есть такое. Не видела. Кто видел? Если интересно, я вам расскажу, как это делается. Интересно рассказать? То есть, видела. Рассказать, как это делается? Я вот один аккаунт себе работала онлайн дома. Один. Сделала вот никакие туда личные фотографии, ничего не загружала. Загружала просто вот одна большая реклама. Так я рассказываю или нет? Зачем это надо? Ну, смотри. Это работающая страница, да? Это не личный бренд, Олесь. Это работающая страница. Ты делаешь лайки, делаешь комментарии людям. Пишешь, значит, это подписываешься на них. Так, а люди заходят к тебе на страницу, и у тебя на странице большая реклама. Требуются менеджеры в интернет-магазин. Пишите в директ или ставьте комментарий, там плюсик, да? Все, и они заинтересовываются, и также отклик тебе посылают. Вот, то есть, большая реклама, то есть, привлечение людей. Как это делается? Смотрите, закачала я к себе на iPhone такую программку. Называется, вот, короче, стрелочкой я поставила. Giant Square. Giant, короче, какой-то Giant Square. Вот. Закачала. Нажимаешь на нее. Входишь в Instagram. Вот. Можно здесь сделать коллаж. Ой, стрелочку не та поставила. Коллажи тоже интересные получаются. Нам нужно на второй. Ой, первый. One Square. Вот, видите, разрезанная фотка. Мне туда стрелку указала. Вот. И можно либо 3, либо 6, либо 9. То есть, галочки ставите, и скольки кусков вы хотите, чтобы состояла ваша фотография. Вот. Нажали. Теперь внизу нажимаете слева на вот эти два квадратика. Выходит у вас вот Instagram, Facebook, Camera Roll. Откуда вы хотите загрузить фотку? Я из своей камеры хочу загрузить. Нажимаете Camera Roll. Выходят ваши фотки. И вот я решила, например, вот, допустим, такую фотографию в бизнес онлайн, да, разрезать на 6 квадратов. Вот. Почему на 6? Потому что на большей части фотографии у нас прямоугольные, да? А на 9, чтобы разрезать, фотография должна быть. Фотография должна быть. Извините, мне воспитатель садика звонит. Минутку. Да, Гулисаевна? Здрасте, ага. Нет. Ничего не говорили. Ну, ладно, хорошо, спасибо, ага. Да, 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 хорошо, все договорились. Ага, до свидания, хорошо. Извините. Вот. А чтобы из 9 квадратов состояла фотка, нужно прям такую квадратную фотографию, да? Ну, у меня они прямоугольные, поэтому я делю на 6. Вот. Разделили и сохранили. И когда сохраняется она, эта фотка разрезанная, она у вас в фотоальбоме, видите, следующая картинка, вот 6 отдельных картинок. 6 отдельных картинок. И вы к себе закачиваете в профиль каждую фотографию отдельно, начиная с последней. То есть прям с последней закачиваете 6 фотографий, и у вас выходит одна такая общая картинка, как баннер. Вот. И под первую, и под последнюю фотки, ну, не под каждую, я ставлю хэштеги. То есть хэштеги, которые мне нужны. Можно под каждую фотку еще хэштеги понаставить, чтобы люди по ним вас искали. Лайкают отдельные фотки, да, то есть люди заходят, добавляются таким вот образом. То есть хотите, вот такую фишку используете. Итак, рекрутинг в Инстаграме. Такие советы в итоге я хочу вам дать по рекрутированию. Смотрите. Создание аккаунтов в Инстаграме. Желательно делать не по Wi-Fi, а желательно делать по мобильному интернету. Вот я сегодня сидела на бокале, пока делала аккаунт. Там у меня мобильный интернет. То есть дома у меня Wi-Fi, дома всегда на Wi-Fi. Вот. И, значит, через мобильный интернет я сделала аккаунт. Вот. И если комментарии писать через мобильный интернет, Интернет. Если создавать аккаунты через мобильный интернет, тогда модераторы не будут узнавать ваш IP-адрес, значит, не будут блокировать, а это очень хорошо. Вот, понятненько, да? Затем, замена букв с русских на английские. Как я уже говорила, нужно, значит, менять вот эти буковки, английские и русские, чтобы, опять-таки, не было блокировок. Рекрутирование через мобильный, да? Опять-таки, комментарии, как я уже сказала, лучше делать через мобильный интернет, чем через Wi-Fi. Вот. Не оставлять комментарий под одной фотографией, когда рекрутируете, так как ваш комментарий на первой фотографии, как я уже говорила, да, на первой. То есть лучше там со второй, с третьей начинать, вот, потому что он очень быстро, комментарий у вас вверх улетит. Промежутки между лайками и комментариями, я вам уже сказала, какие должны быть, да, то есть вот это обязательно промежутки нужно делать, то есть 30 секунд между комментариями и 10 секунд между лайками и подписками. Вот. Такая рекомендация. И такой пункт, который я вам сегодня еще не говорила. Включать режим полета. В телефоне есть такой режим, режим полета, все знают? Вот у нас здесь в айфоне очень легко это найти. Есть такой режим полета, вот прям самолетик нарисован, самолетик. Нажимаете его буквально на 2 минуты, 2-3 минуты режим полета, потом заново включаете. И так, Катюш, модераторы меньше засекают IP-адрес твой. То есть перезагрузка идет, и так меньше блочат. Вот. Так что, вот, особенно если вы по Wi-Fi рекрутируете. То есть, ну, с мобильного интернета там IP вообще меньше, ну, не засекут они. Поэтому вот с Wi-Fi это делать нужно обязательно. Через каждые 2 аккаунта. Вот на 2 аккаунтах поработали вы. На каждом аккаунте что мы делаем? Да, зашли сначала, пишем комментарии, потом лайкаем, подписываемся. Вот с одного аккаунта, потом на второй перешли аккаунт, лайкаем, подписываемся, делаем комментарии. Перезагружаем режим полета и потом еще 2 аккаунта. Ну, Катюш, так скажем, те, кто имеет по 20-30 аккаунтов в Инстаграме, да, они на себе вот это опробовали, про режим полета, дают такие рекомендации. Поэтому давайте пробовать, чтобы нас меньше блокировали. Потому что когда у тебя 2-3 аккаунта, тебе это ничего не нужно. Если у тебя там 10-15 аккаунтов, ты с них рекрутируешь, то нужно эти правила соблюдать, чтобы все-таки мы меньше банили. Итак, для того, чтобы был эффект, да, нужно минимум 500 друзей, да, в день добавлять на каждом аккаунте, иметь минимум 10 страниц. И на одном гаджете можно сделать 5 аккаунтов, которые связаны между собой. То есть, если, допустим, у вас 2 гаджета, там, планшет и телефон, то у вас 5 аккаунтов как раз на планшете, 5 аккаунтов в гаджете. Проще роутер перезагрузить. Ну, роутер перезагружать можно. Так, для того, чтобы создавать рабочие страницы, да, вы не переусердствуете. 2 страницы в день, да, можно создавать. Если больше, то опять-таки будут больше. И с одного аккаунта за раз 25-30 комментариев можно оставлять. Если у вас уже аккаунту больше, чем 2 недели, да, то есть он уже не новый. И если вы будете делать 150 комментариев в Инстаграме каждый день, 15 лайков с каждого аккаунта минимум, да, и по 3 раза в день, вот, то 2-3 реги это вам будет давать. То есть, чем больше аккаунтов, чем больше комментариев, тем, соответственно, больше откликов и больше регистрации. Это то, что нам с вами нужно. Вот. Ну, два слова о личном бренде, да, то есть вот вы видите, что личный бренд развивается, каждый из вас основную страницу уже развивает. Катюш, прям перед этим, перед вебинаром сделала скрин своей страницы, у меня 1020 подписчиков. А у тебя сколько? Вот сейчас открываю. Нажа с тобой, это и лед. О, в директе мне кто-то написал. Так, сейчас посмотрим. 1021 у меня. 1021. Пока даю вебинар, один еще на меня подписался. Сейчас посмотрю, что мне в директе написали. А, ага. Новичок с Новосибирска мне пишет. Я с ней в директе переписываюсь. 1019. У-ху! 1021. У-ху! Так, и смотрите, такая фишка, то, что подписок ваших должно быть меньше, чем подписчиков. То есть на вас должно быть подписано больше, чем вы на людей подписаны. Почему? Когда люди, это вот в вашем таком, в аккаунте, как личный бренд. Потому что люди заходят, смотрят, что у вас 1000 подписок, да, а вы подписаны там на 120 человек, да, то есть я просто не успеваю отписываться. Вот. Значит, ваш аккаунт интересен людям. И они также на вас подпишутся. Что же такого интересного у вас происходит? Вот. Ну, в этом ты меня обогнала. Поэтому, да, что мы делаем при развитии личного бренда? Добавляем друзья, да, лайкаем и отписываемся. Отписываемся от друзей, чтобы людей, которых на вас подписано, еще раз повторяюсь, было больше, чем на которых вы подписаны. Ну, и, соответственно, да, развитие личного бренда – это постоянные посты. Ребят, ну, здесь тоже нужно знать меру. Один пост в неделю, один пост в месяц – это ни о чем. Это вы не развиваете свой личный бренд. Нужны ежедневные посты. Опять, сколько? Вот. Известные блогеры рекомендуют оптимально три поста в день, да? То есть не десять постов в день, потому что вы своим подписчикам начинаете надоедать. И от вас люди отписываются, потому что надоедают постоянно, постоянно от вас посты. Вас слишком много. Вас должно быть в меру. То есть три поста в день. утром, в обед и вечером. Ну, грубо говоря, да? То есть развитие личного бренда – это ваша основная страница, с которой вы с людьми общаетесь. То есть вы общаетесь с людьми, с вашими подписчиками. Доброе утро, как у вас дела? Сегодня замечательное настроение, да? Там в обед что-то по бизнесу, да? Вечером как прошел день. То есть три поста в день. Вот. И еще такие рекомендации. Вот что-то я сейчас рассказывала в голове мне. Кто вообще смотрел Ирэну Понарошку? Как она выступала в Питере по Инстаграму? Очень интересно давала советы. Ну, я сейчас не буду говорить много о личном бренде, потому что время уже очень много, девочки. Олесь, обязательно посмотри Ирэну Понарошку развитие личного бренда в Инстаграме. Как известные блогеры рекомендуют себя раскручивать, как они рекомендуют общаться со своими подписчиками. Советы дает. Да, она клевая, прикольная. Вот так что послушайте, не буду ее пересказывать. Вот. Смотрите. Вот моя основная страница. Вот внизу, видите, справа. Ага, конечно, Олесь, конечно. Ирэна Понарошку. Ирэна Понарошку. Вот такая вот у нее интересная фамилия. И вот очень интересно, когда у вас несколько аккаунтов, вот слева вот эти значки внизу есть, пять значков, крайний справа, это фотография, да, ваш, так скажем, переход на основную страницу. И там фотография вашего профиля. Поэтому я в аккаунте, везде делаю в аккаунтах разные фотографии, я примерно по фотографии вижу, в каком аккаунте я нахожусь. Вот это мой основной аккаунт. Наверху, видите, название моего основного аккаунта, Екатерина Серж. Если на нее нажать, то выйдет вот аккаунты, пять аккаунтов максимум вы можете связать. Вот, все-все аккаунты. Вот у меня работа онлайн дома, вот радио Катрин, бизнес онлайн Катрин и так далее. Вот, добавить аккаунт сейчас я уже не могу, потому что битком пять. Вот, если у вас один или два аккаунта, прям нажимаете «Добавить аккаунт», и у вас очень удобный переход между всеми пятью аккаунтами, ребят. С этим понятно? Вот, итак, ну вот это основные моменты, основные советы, которые я сегодня вам хотела сказать. Вроде ничего не забыла. Если что-то забуду, в чате напишу. Вот, напишите, полезно вам было сегодня на вебинаре побывать? Узнали какие-то фишки, которых вы не знали? Будете ими пользоваться? Вот, потому что на самом деле, если нет регистрации, то нужно задать себе вопрос. Первое, что я делаю в социальных сетях? Я просто рассматриваю чужие фотографии, ребят, Инстаграм засасывает. Ты открываешь, и ты начинаешь смотреть фотографии. Я раньше, ребят, я до трёх часов ночи сидела чинить фотки, смотрела посты, смотрела, что в жизни у других происходит. Знаете, она же засасывает. Ну, ещё чуть-чуть, ну, ещё чуть-чуть посмотрю. Видео какие-то. Вот, ребят, если мы приходим в социальную сеть рекрутировать, значит, мы, ребята, работаем, мы рекрутируем. Рекрутируем. Вот. Поэтому нужно задать вопрос. Первое, что я делаю? Раскрутка личного бренда на странице класс. Но если вы хотите, чтобы у вас с Инстаграма пошёл поток людей, то это рекрутирующая страница, ребят. И задайте себе вопрос. Сколько у вас страниц? Одна, две, три – мало. Вот. Если выбираете, как метод работы, должно быть минимум 10 страниц. Ребят, сколько объявлений, сколько комментариев в день пишете, да? Где их пишете, где размещаете, что пишете, да? Анализируйте, как в любом другом методе. Делайте больше. Потому что бизнес MLM – это, конечно же, бизнес отношений, да? Мы налаживаем отношения с людьми. Это даёт нам качество. Но качество никогда не перейдёт в количество, да? А количество в качество перейдёт. Потому что чем больше ты рекрутируешь, чем больше у тебя ключевых партнёров, да? Тем больше партнёров, тем больше количества ключевых у тебя будет. Понимаете? И ты переводишь уже это количество в качество. Вот. Поэтому это бизнес – бизнес цифр. И бизнес больших цифр. И если вы работаете на доске объявлений, значит, вы опять-таки не одну доску, да? А минимум 5 досок, да, используете. Минимум по 100 объявлений в день вы делаете. Ну, резюме, там, объявления. Вот. По 500, чтобы было у вас обработано, да, резюме минимум в день. Да? То есть это бизнес больших чисел. Если вы работаете в ВКонтакте, в Одноклассниках, там, в Фейсбуке, всё то же самое, да? Чем больше ты людей привлекаешь к своей странице, чем больше ты активен в социальной сети, тем, соответственно, у тебя больше поток людей. То же самое в Инстаграме, ребят. Больше, больше, больше. Поэтому задавайте себе эти вопросы. И это бизнес цифр. Если вы делаете, ребят, там, я не знаю, один классный пост, супер, но раз в месяц, ну, не даст вам никакого притока. Если вы делаете один супер классный комментарий, да, но один в день, это не будет результата. Понятненько, ребят? Вот. Поэтому хорошее вам рекрутирование. Вот. Выбираем метод, берём и делаем много. Всё. Надеюсь, была сегодня вам полезна. Выключаю запись. Всем пока.